Добрый вечер! Главная тема внеочередной сессии это перераспределение средств в рамках социальной важной программы защиты и забота. У нас есть телефон прямого эфира, у нас есть телефоны для голосований. Телефоны прямого эфира 0482 код 349258. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и тема для голосования. Звучит вопрос сегодня так. Достаточно ли власть сегодня помогает социальным слоям? Власть имеется в виду не только киевская, но и наша местная, городская, областная. Кто как слово власть понимает? Если вы считаете, что власть достаточно помогает социальным слоям населения, звоните по телефону 0487848081. Если считаете, что помощь недостаточно, то телефон 0487848082. Звоните, голосуйте. Первый вопрос. Депутаты проголосовали, приняли эту программу, но дискуссия была довольно-таки оживленной. В том числе ваши коллеги, лично вы, Ирина, были не согласны по множеству пунктов, по тем цифрам, которые перебрасывались с одной программы на другую, по тем сотням тысяч гривен, которые выделялись немного на странные вещи, которые ничего общего к помощи социальным слоям не имеют. А если можно, коротко, вашу позицию по тому, что приняли сегодня депутаты? Мне просто защищать свою позицию, позицию большинства депутатов, потому что я являюсь заместителем профильной комиссии, заместителем главы профильной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики. И на протяжении последних двух лет очень много времени провела, естественно, за вот такой кропотливой редакцией этой программы, при попередниках нынешнего руководства департамента и вот сейчас. Для справки, почему, конечно, очень жалко, что это неправильно, когда столько много времени уделяется таким дотошным правкам и корректировкам, уточнениям. Мы с Дмитрием вчера провели, наверное, часа четыре на совместной бюджетной и здравоохранениях, попунктно корректируя ту или иную статью. И сегодня очень много было дискуссий как раз из-за того, что, как по мне, департамент социальной и семейной политики очень некачественно подходит к корректировкам. И заявлять в конце года залышки, хотя первоначально говорилось о том, что есть вообще какая-то кредиторка за прежние годы, но это не совсем корректно, когда мы неоднократно четыре раза в этом году возвращались к редакции этой программы, четыре раза ее корректировали и ни разу департамент не предлагал, не говорил о том, что на каких-то статьях есть залышки. Ну, конечно, мы большую часть корректировок приняли, согласовывали их вчера очень дотошно. Основные корректировки, которые будут интересовать жители Одесской области, это то, что корректируется на основании заявленных департаментов данных, что всем хватает. Это единоразовая помощь материальная семьям, которые воспитывают пять и больше детей, оказались там лишними 150-2000 гривен. Семьи, где воспитываются дети с умственной отсталостью, оказалось, по данным департамента, там были заложены лишние 100-1000 гривен. Семьи, где погибли воины-афганцы, даже затронули и участников АТО, и военнослужащих, в том числе правоохранителей, которые принимали участие в антитеррористической операции. Естественные есть корректировки там, где есть люди старше 100 лет, там, к сожалению, люди умирают. Это естественные корректировки. Во всем остальном, вместо того, чтобы увеличить сумму, не снимать деньги с этих статей, а, например, как семьям с многодетными, семьям, где пять и больше детей, там предусмотрена разовая помощь годовая 600 гривен. Что можно на 600 гривен маме, у которой пять и больше детей? Лучше не снимать 152 тысячи, а раскидать на эти семьи и добавить им по 800 гривен сделать. Этого не было, и вот эти основные корректировки были. Более того, сегодня еще много дискуссий было в связи с тем, что вчера на комиссиях докладывала не руководитель, а ее заместитель, который был, как по мнению даже представителей администрации, достаточно некомпетентен. Поэтому возникли сегодня дополнительные правки. Нам пришлось восстанавливать в экстренном порядке, снятый вчера по моему предложению, но по согласованию с заместителем директора департамента. Порядка 50 тысяч с финподдержки областной организации ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня мы, депутаты, восстановили эти деньги, потому что было недопонимание. Мы обязательно спустя несколько дней предоставим информационную площадку Лилии Коваленко, руководителю профильного департамента. Конечно, но мы обязательно дадим ей высказаться, когда будет возможность у Лилии Коваленко с нами пообщаться. Сначала приятно было согласие, но мы готовы услышать ее позицию. Как видите, мы сегодня, я же сказал, соображаем на троих, а не на четверых. Но, опять-таки, подчеркиваю, мы должны услышать в этом, ну не конфликте, но, по крайней мере, в сложном вопросе всех участников дискуссий. И, Дмитрий, на ваш взгляд, можно ли сказать, что одесситы, жители Одесской области удовлетворены результатами сегодняшнего голосования и защищены будут все нуждающиеся социальные слои населения? Или есть все-таки вопросы у вас? Я вам скажу, что вопросы есть, конечно же. И эти вопросы я пытался задавать непосредственно на вчерашней комиссии. На предыдущей комиссии по бюджету я свое мнение озвучил. Озвучил его протокольно, что подача таких перебросок не может проходить без комиссии здрава. То есть, изначально было непонимание, не было информации у комиссии здрава по этим переброскам. В конечном итоге это вылилось в сегодняшний информационный взрыв. И для кого-то может показаться, что сегодня определенные социальные слои населения недополучат то финансирование, которое было запланировано. Но в конечном итоге я считаю, что показателем действий непосредственно управления социальной защитой будет то, когда мы подведем итоги, если, не дай бог, сегодня из тех категорий, которые озвучены были на сессии, которые сегодня озвучены моей коллегой Ириной, будут люди, которые не получили ту социальную помощь, которые нуждались, тогда это будет огромная ответственность. Я считаю, что тогда такой руководитель не имеет права быть и руководить таким важным департаментом. Вот это будет оценка. На сегодняшний день трудно сказать, правильно ли это переброска, потому что мы не видим цифры тех людей, которые обратились и тех, которые получили. Я буквально позавчера просил эту информацию предоставить. Тогда мы можем провести сравнительный анализ и говорить, да, вот здесь у вас есть обращения, вы их не дорабатываете и снимаете отсюда деньги. Тогда это в корне неправильно. Но если изначально были каким-то образом завышены и заложено лишнее финансирование, это другой вопрос. Ведь проведя анализ, я смотрю, задаю, предбаня еще месячных продуктовых кошельков для ветеранов другой световой вины-то жертв. В 2016 году это было 1 млн 625 тысяч, на 2017 год мы заложили 2 млн 786 тысяч. Я объяснила, что мы закладывали с мая месяца, а считается весь 17 тысяч. Есть сегодня вопросы по закладке финансирования. И в том числе, я считаю, что комиссия по здраву изначально при закладке должна была определиться все-таки, соответствует ли это тем критериям, которые есть. И комиссия по здраву сегодня может точно или будет говорить в конце года о тех результатах, которые достигнуты в результате работы программы захиста турбота. Закладку делает средство не комиссия, а закладку субъектом подачи является департамент. И 4 раза департамент в этом году вносил правки. И каждый раз мотивировка подачи новых изменений, это мы согласовали с районами цифры. Мы снова уточнили все цифры, все категории получателей. И это 100% последний вариант. Я правильно вас понимаю, что получается у комиссии нет информации как раз по тем людям и по количеству тех людей, которые получают помощь. Каждый раз даются справки, что вот эта материальная поддержка 600 богатодетных семей это кинцевый вариант поддерживающих социальные выплаты. К сожалению, мы не можем делать работу за департамент соцзащиты, у которых есть сотрудники, порядка 50 человек сотрудников в штате, у которых есть и должна быть коммуникация с районами, и оперативно получаемая информация оттуда. Мы не можем, у нас нет таких с вами функций. Вы не можете, как представитель, глава комиссии по ЖКХ, выполнять работу за весь департамент ЖКХ. Мы не можем, ни полномочий не имеем, и иногда есть желание делать работу за департамент как соцзащиты, так и здраво. Сегодня один из ваших коллег как раз поднял тему о том, что департаменту тяжело, нагрузка большая, документов масса с прошлого, возможно, даже с позапрошлого года, департаменту нужно как-то помочь. Может, это было адресовано губернатору, может, это было вам, вашим коллегам адресовано. Действительно, график и темпы работы оставляют желание лучшего, но действительно нагрузка большая на соцдепартамент. Какая у вас информация? Ну, слушайте, назвался директором департамента работой. Позиция понятна. Работой или пиши заявление об увольнении. Еще раз вы начали с того сегодняшний эфир, что у нас внеочередная сессия, и основная причина проведения ее была как раз змины до программы захиста Турбота. Поэтому директору департамента социальной и семейной политики как минимум перед своим руководителем, губернатором Максимом Владимировичем Степановым, должно быть стыдно за то качество подготовки, к этой сессии, потому что письмо о внеочередной просьбе о проведении внеочередной сессии писал, подписывал как раз губернатор. Поэтому тут и взаимоотношения. Комиссия на протяжении двух лет, неважно, один директор департамента, другой, всегда оказывает помощь, кропотливо вычитывая каждый документ, сопоставляя цифру, внося технические и другие правки, выверяя эту информацию и подсказывая департаменту. Тут никто не пинает на то, что кто-то что-то не хочет помогать. Но, к сожалению, когда некому задавать вопросы, как вот в рамках подготовки к сессии, нам просто, мы просто не могли получить ответ. А сколько у вас профинансировано сегодняшний день? Это действительно правильная цифра? А вы в отчете за 8 месяцев показывали цифры другие? Вот такие корректировки сложно делать. И еще, у меня есть большое замечание, оно сегодня было озвучено одним из моих коллег в аксессионном зале, надоело слышать слово «папаретники». Когда звучит эта фраза из чиновника, достаточно высокого уровня, как директор департамента, это неприятно, это неправильно. Еще раз повторюсь, у тебя есть полномочия, ты назначен, выстраивай коммуникацию с подчиненными, выстраивай коммуникацию с депутатами, если тебе надо, выстраивай работу так, чтобы никто не страдал. И наперед загадываю, говорю о том, что в этом году программа «Захсты турбота» заканчивает свое действие. Будет ли она продлена, либо это будет совершенно новый продукт социальный, однозначно комиссия, с учетом того, что такой подготовки программ уже быть не может, некачественной, берет на себя дополнительные обязательства по максимальному уточнению количества получателей. Потому что задача депутатов не распределить 10 миллионов, 20 или 100. Их сколько не будет, их будет мало. Задача, чтобы всем, кому надо было, получили. Если этих всех будет много, значит сумма определенная будет делиться на много, и она будет чуть меньше. Если мы определимся, что у нас количество получателей, конечных, будет чуть меньше, сумма будет больше. Я вопрос Дмитрию, как к представителю громады Беляевского района. Дмитрий достаточно активный депутат в некоторых селах, можно сказать, под его таким всеобъемлющим оком. Обращались ли к вам жители района, нуждающиеся, многодетные мамы, люди, которым необходимо помочь с лечением, о том, что по каким-то причинам они писали письма, в департамент соцзащиты обращались за помощью, но, к сожалению, ответа не было. Или в Беляевском районе все гладко, спокойно и все хорошо. Вы знаете, ни в одном районе никто, наверное, не может сказать, что может быть все гладко и спокойно. Сегодня, если вы обратили внимание, я свернулся до кабинета министров, и мы столкнулись с тем, что у нас насчитывают субсидию на твердопалово, на уголь, из расчета 2000 гривен за тонну. Сегодня у нас, конечно, жители города этого наверняка не знают, но 7-8 тысяч гривен. То есть, по факту, люди, которые не имеют возможности сегодня купить этот уголь, и от государства они не в состоянии получить помощь, эту постанову надо срочно пересматривать. Но это я чуть отвлекся. По факту захиста и турботы. Я хочу вам сказать, конечно, всегда удобней и правильнее ругать власть. Но лично у меня, как у депутата и у тех людей, которые ко мне обращались, на сегодняшний день, ну, как бы, я стараюсь работать в тесном таком контакте и отрабатывать те вопросы, которые заходят ко мне непосредственно с теми чиновниками, которые за это отвечают. И те обращения, которые там заходили от граждан, которые обращались непосредственно ко мне или в социальную, и я дублировал, они получили поддержку и помощь была оказана. Конечно же, этой помощи хотелось бы больше. Но я, вот, пользуясь случаем, обращаюсь и к заместителю комиссии, буду обращаться к садовнику, как к своему коллеге по фракции, я считаю, что сегодня комиссия по здраву все-таки, видя, что соцслужба, департамент, он не справляется не потому, что они не хотят. Там не хватает рабочих рук, по сути, никто не хочет идти туда, ну, рядовым служащим идти в такой департамент, это большая ответственность и нагрузка. Насколько я понимаю и знаю, на сегодняшний день им не хватает кадров, им не хватает технических возможностей и мощностей. И вот уже к следующему году нам надо будет как-то так подработать, чтобы, ну, совместно сдвинуть это с мертвой точки, потому что сегодня проблемы есть. И мы опять же видим, что финансирование, ну, вдумайтесь, в прошлом году мы профинансировали по этой программе 13 миллионов 200, а в этом году 18 заложили, и вот уже нехватка. Для чего перебрасываются эти деньги? Эти же деньги перебрасываются для надоняя целевой адресной допомогой малозабеспеченным верствам населения области то семьям, которые опынились у скрытных житлевых обстановок. И мы эти деньги, по сути дела, направляем опять же на благое дело, на социальную помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Вот вы только что произнесли очень важный такой пункт, да, на помощь тем людям, которым эта помощь необходима. А у меня вот вопрос. Помимо прочих других цифр, которые сегодня звучали, да, там различный был уровень, там 50 тысяч ветеранских организаций, 120 тысяч Виктория, там 340 тысяч афганцев, 600 тысяч гривен сегодня прозвучала сумма касательно каких-то мероприятий, которые имеют какое-то отношение к управлению соцзащитой. Я здесь никого не осуждаю, никого не обвиняю, мы обязательно дадим, опять же, напоминаю, высказаться и руководителю департамента, что все-таки это за сумма конкретно, как депутаты понимают вот эти вот 600 тысяч гривен на торжества по случаю событий, связанных социальной защитой. Я была крайне возмущена и в рамках подготовки на совместной комиссии, в рамках подготовки к сессии вчера Дмитрий Петрович не даст соврать на комиссии спильной с бюджетной. Я была крайне возмущена, когда увидела эту статью. Во-первых, я глубоко убеждена, что и 548 тысяч, которые первоначально в проекте были на этот год выделены, этого предостаточно. Ну, чтобы телезрители понимали уровень цинизма, да, с одной стороны у нас в программе, которую предложил департамент соцзащиты, предлагается маме многодетной, у которой 5 и больше детей, повторюсь, ну, категория такая просто классическая, все сразу понятно. Предлагается в год только 600 гривен и живи, как хочешь, с пятью детьми. И предлагается, например, последнее распоряжение, это день пожилого человека. Департамент распоряжения у губернатора потратил 162 тысячи гривен на празднование дня пожилого человека. Может, какие-то продуктовые наборы, помощь празднования, что это за день? Поясните. На 30 тысяч, это были цветочные, на 17 тысяч, это были цветочные композиции, на 33 тысячи, если мне не изменяет память, могу ошибиться, это приблизительно такой порядок цифр, это был заказ готовой еды, и на остаток это было куштовние подарунки запрошенным на свято, на такие церемонии свята. Я все понимаю, я прекрасно понимаю, что и губернатору, и директору департамента, и профильным вице-губернаторам нужна красивая картинка, нужно поздравить, сфотографироваться, выложить на сайт облдержадминистрации красивые фото, где шикарной улыбкой губернатор вручает, поздравляет пожилые люди, это всегда, им нужно всегда внимание. Но в сложный период, когда на одной чаше весов мамой 600 гривен в год ей как в зубы брошены, и с другой стороны 162 тысяч. Более того, проблема в том, что на сегодняшний день сумма вот эта, которая первоначально была определена в 500 тысяч на празднование, на год, она уже выбрана на сегодняшний день. И по сути, сегодня депутатов в канун серьезных праздников, День Святого Николая, Новогодний, когда ты не оставишь без внимания ни детей-сирот, ни детей из многодетных или социально незащищенных семей, это понятно, депутаты не пойдут против этого. Сегодня нас перед фактом, по сути, вместо того, чтобы четко спланировать, понимать, что действительно тяжелое время и лучше помочь адресно и по факту, ну вот выбрасываются такие деньги. Таких распоряжений предостаточно, их очень много, на 40 тысяч, более того, они публикуются без додатков в основном, вот это единственный пример, День Пожилого Человека, когда распоряжение с додатком, где мы видим вот эти квитковые композиции, куштовни, подарунки и там ежа, вот, а все остальные додатки даже не можешь посмотреть, на что потратили там в День Матери, либо на День Защиты Детей, какие суммы, там 50-40 тысяч, ты даже не понимаешь на что. А я считаю, что это публичная информация. Апорируйте, Дмитрий, или у вас поддержки, коллега, или как-то поняли. У меня по этому поводу есть свое мнение, я его не стесняюсь и выражу в каком плане. На сегодняшний день то, что говорит Ирина, я полностью поддерживаю в каком плане. Сегодня надо повысить, повысить те выплаты, которые мы предоставляем тем категориям, которые нуждаются в этом. Я согласен с этим. Но, опять же, не за счет того, что где-то в чем-то понизе. Я считаю, что Одесская область это достаточно ресурсный регион и у нас очень много денежных средств лежит в такой тени и на таком дне, чтобы мы могли гораздо больше заработать в другом месте и уже из этих заработанных денег, как говорится, с прибылей, увеличивать расходы на социальную сферу. И, конечно же, сегодня мы не можем обделять в тех полномочиях, которые есть администрация и которые... Ну, сегодня, да, мы, депутаты, являемся... Кто-то работает на какой-то работе, а большинство — это предприниматели. Я сегодня могу себе позволить и за свой счет поздравить те категории и слои населения, которые я считаю нужными и имею возможность. А чиновник не может этого. Естественно, они должны это каким-то образом делать. Ну, конечно же, не вот так. Так, если бы мы подняли доходы Одесской области за счет тех ресурсов, которые сегодня в тени, а это я уже на протяжении полутора года пытаюсь вытащить и вроде бы вот-вот у нас вся реклама Одесской области, ни копейки денег за расположение рекламных конструкций на территории Одесской области не надходит до бюджету. Думайтесь, это больше тысячи рекламных конструкций. У нас сегодня за аренду водных объектов смешные это копейки заходят, потому что они просто не сдаются в аренду. Вот сегодня надо находить те ресурсы и направлять их в нужную сторону. Говорить о том, что надо эта администрация или не надо, ну, мне сложно сказать, я не работаю в администрации. Наверняка для пересечного громадянина это огромные деньги. Конечно, огромные. И кажется, что, ох, как эта администрация, что же это воры, бандиты, что же они делают. А на самом деле для того, чтобы руководить областью и глобально мыслить, ну, у нас почти 13 миллиардов в бюджет области. Вдумайтесь, 13 миллиардов. Это, если ставить на такую чашу весов, то для осуществления каких-то мероприятий, проводимых администрацией, я не думаю, что это какая-то там решающая вопрос цифра. У меня вот вопрос, который был затронутый к вам, коллеги. Мы вот говорим о том, что происходит в Одессе, в области, там, на улице Канат, на проспекте Шевченко, вот в административных зданиях. А вот что на местах происходит? Мы все помним ситуацию в прошлом году в Авидеополе, когда просто катастрофическая была ситуация кадровая, управленческая, когда некому было работать в профильном департаменте в Авидеопольском районе, когда и людей не было, когда люди, которые живут там в селе, те же там многодетные, нуждающиеся там мамы. Это другой уровень заработка немножко, не одесский, это Авидеопольский район, это там 4-5 тысяч гривен на зарплаты уже как бы за праздник. И вот механизм огромный, остановился просто. По многому из-за того, что не хватало кадров. А вопрос кадров, который в том числе и Дмитрий поднял, он имеет просто колоссальное значение. Если не хотят люди идти работать в подобные структуры, как-то поощрять, стимулировать, ну не пал, как же их туда, Ирина, загонять? В районные такие управления. Ну, еще раз повторюсь, вот я догадываюсь, что есть какая-то проблема в кадрах, проблема в зоне ответственности у там руководства или сотрудников департамента, но я не сотрудник департамента, ни директор его, ни заместитель, чтобы действительно понимать ситуацию и как-то даже не провидеться, чтобы как-то ее предвидеть. Директор департамента, ни профильный вице-губернатор ни разу, ну как-то не афишировал эту проблему, о том, что вот у нас там 50 вакансий, из них половина. Нет, все трудоустроены, все работают. Ну вроде бы все в 21 веке, и все справляются. В 21 веке, все с телефонами мобильными, вроде бы районы на контакте. Еще раз повторюсь, четыре правки, которые четыре раза, когда вносил департамент правки, всегда они вносились с пояснительной запиской. Все данные, потреба передивиться, потому что все данные уточнены. То есть, наверное, какая-то работа ведется? Я, если можно, позволю себе, на самом деле, играет плохую шутку с нашими департаментами и с органами исполнительной власти. Это такой совковый менталитет. Если бы я был директором департамента, вот беру на себя, хотя вы знаете, мне предлагали стать директором департамента ЖКХ, я в свое время отказался, потому что на сегодняшний день я не готов еще работать в таком формате. То есть, если бы департамент соцзащиты сегодня, он же мог сделать по-другому и попросить помощи у депутатского корпуса, написал бы обращение на комиссию по здраву, уважаемые депутаты, у нас сложилась такая-то ситуация, у нас в связи с такими-то техническими процессами идет недоработка, давайте вынесем там, ну, как-то решим этот кадровый вопрос, предоставьте нам волонтерские какие-то. Поверьте, был бы вовлечен тогда депутатский корпус, не было бы этой проблемы. А эта проблема бы решалась сообща. Но, к сожалению, совковый менталитет не дает возможности сказать, что у нас есть проблема. Потому что есть Максим Владимирович, который сегодня четко, ведь я же вижу, допустим, во сколько он приезжает на работу и уезжает. Приезжает одними из самых первых, я отдаю дань уважения человеку, и уезжает одними из самых последних. И, естественно, спрашивает. И когда они ему говорят, мы не справляемся, ну, наверняка, они не хотят и не могут ему психологически даже этого сказать. В этом есть проблема. Если бы сегодня эту проблему исполнительные органы власти решали совместно с законодательными, даже на региональном уровне, все бы шло совсем по-другому. Я уверен в этом. Есть два примера. Это коротких. Во-первых, когда Лилия Коваленко только заступила на свою должность, это было после мартовской сессии, когда ей перешли полномочия, раньше материальную помощь распределяла и принимала решение облсовет, когда к ней были переданы все дела. Мы, депутаты, прекрасно понимаем, что она загружена по самое не могу. Одно дело разобрать наследство, которое ей досталось, плюс еще бонусом все эти дела получить от облсовета. Моя помощница личная принимала участие в том, чтобы разгребать эти завалы документов, искать, сортировать, и мы все пошли на такую поддержку, потому что мы понимали, что ей сложно. Но это был март месяц, сегодня немножко другой вариант. Опять-таки, о том конструктиве и о той поддержке депутатской, на которую может рассчитывать любой директор департамента и любого департамента, например, госпитальная округа, злободневная тема, но очень долго это все делалось кулуарно. Это все депутаты были лишены какой-то информации о том, что за госпитальный округ, какие районы в него войдут, будет ЦРБ сокращена, перепрофилирована или прочее. И это порождало массу негодования в районах. И тогда я говорила и губернатору, и директору департамента, возьмите нас в помощники, дайте нам информацию, мы донесем ее правильно, как нужно, объясним, потому что дезинформация есть, возьмите нас в союзники, например, да, мы эту проблему, например, со здравым решали и решаем, снижая такое социальное напряжение. Здесь, возможно, была бы та же ситуация. Время нашего общения подходит к концу, я попрошу режиссера показать данные нашего интерактивного опроса, мы сегодня спрашивали, достаточно ли власть, по мнению одесситов, дозвонившихся, помогает социальным слоям. Мы видим, что согласно с моим утверждением, всего 35% дозвонившихся, 65% так не считают, ну, достаточно красноречивая ситуация, кому-то повезло в этом плане, он писал заявление, пришла материальная помощь, кто-то еще в процессе, я, мы обсудили практически все вот моменты, все нюансы, я благодарен и вам, Ирина Ивановна, Дмитрий, за то, что мы встретились, обсудили не самую простую тему, может быть, она нелегкая, может, для понимания, но очень важно было ее где-то разжевать, разнеснить. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Оставайтесь на репортере, берегите себя и до новых встреч в эфире.